Привет-привет, с вами Кикс Конт и с ты Лёха Матрас Флай Уайт. Сегодня я хотел вам рассказать, что мир баскетбольных кроссовок Under Armour не заканчивается на линейке Стефа Карри. И тому доказательство Under Armour Anatomics Spawn Low. Прошу выбить и жаловать. Это еще одни баскетбольные кроссовки Under Armour, которые пришли к нам на тесты. И я должен признаться, что выглядят они даже лучше, чем Карри. Ну вот, чисто внешне, это конечно на любителя, но выглядят они реально очень, как бы сказать, аккуратно и сдержанные. В то же время они вызывают восторг, так сказать. Давайте рассмотрим их поближе. Итак, корпус выполнен из, как заявляет производитель, из термополиуретановых вставок и просто полиуретана. То есть это материал, который при нагревании подстраивается под вашу ногу. Почему кроссовки называются не просто Spawn, а Anatomic Spawn? Здесь именно все линии, вся структура кроссовка выполнена под анатомию вашей стопы. Ну, на самом деле, как еще она должна быть выполнена? Есть вероятность того, что это преимущество высосанное из пальца. Но, тем не менее, мы это все проверим обязательно и расскажем в тесте. Я, если честно, эти кроссовки уже померил. И есть одна вещь, которая меня смутила, но о ней чуть позже. Итак, сетчатое покрытие, как я сказал, из термополиуретана. Я так понял, это вот эта запаянная золотистая часть, она здесь идет. Такая пленка, короче, из термополиуретана. И просто полиуретан. Ну, это на самом деле текстильная сетка и вставлена такими полосками. С более плотной сеткой, что ли, так сказать. Как поролон. Ну, другой ассоциации у меня не возникает. Язычок здесь, он достаточно плотный. Здесь прямо такая мощная идет, здесь такая набивка. Я прям вижу, что шнурки, если как бы вы их не затягивали, они точно не должны тут ничего надавить. Но, насчет вентиляции в этих кроссовках я особо не уверен. Но, на самом деле, проверим. Но, что-то мне кажется, что они тут по всему, практически, к периметру запаяны. И тут запаяны. Ладно, об этом ничего говорить не буду. Далее идет у нас шнуровка. Она такая интересная, вы можете посмотреть. Она начинается, она здесь входит прямо в подошву. Вот прямо в аутсоль, грубо говоря, она вот здесь выходит. Аутсоль, типа. Аутсоль, короче. Она здесь выходит и прямо, получается, подошву она затягивает. И здесь также достаточно широко. То есть, первая петля, она очень широкая. И, получается, она должна прям вас затянуть. Даже если кроссовки вам широкие, вы можете подстроить их под себя. Ну, анатомикс, как-никак. Так, далее. Петли, они как бы здесь необычные. Они их сделали такими, что не просто вот в обычных кроссовках... Ладно, обычных кроссовок у меня нет. В обычных кроссовках идет петля, одна дырка просто. В нее вставляется шнурок. Из нее он с другой стороны выходит. И все, как бы, кроссовок затягивается. А здесь, чтобы, я так понял, шнурок внутри тебя там не затрагивал и не натирал, она двойная. То есть, он там засовывается и он здесь же высовывается. С этой стороны то же самое. Видите, с одной стороны понятно, зачем это сделано. Потому что петли идут не у самого края. И это может вызывать некий дискомфорт, наверное. Но, настоящий дискомфорт возникает в том, чтобы затянуть эти кроссовки. Вот я их, короче, попытался надеть. Начал, значит, я их затягивать. Вот, допустим. Вот видите, я даже растянуть их, это уже труд. Потому что вот это вот движение, оно уже затрудняет тебе... Оно, короче, труднее, чем просто бы кроссовок проходил, чем вот так. Он просто вот кроссовок... Шнурок проходит, все спокойно. А здесь, как бы я могу, я не знаю, кроссовок поднять, чтобы попытаться растянуть. Приходится прикладывать некоторые усилия. И эти усилия с каждым разом становятся сложнее. Потому что тебе надо, во-первых, максимально сильно затянуть кроссовок, чтобы он на твоей ноге держался. А во-вторых, это все накладывается. Одни, вторые петли. И потом тебе, чтобы все вместе разом затянуть, у тебя так точно не выйдет. Ты, на первых же, застрянешь их. Как-то надо... Ну, ты просто их, короче, не затянешь. Выход я нашел один. Вот, пока что. Я просто их из одной петли высунул и затянул, как обычные. И тогда все пошло спокойно. Вот, например, здесь я такой штуки не проворачивал. И уже становится достаточно трудновато затянуть их, даже на последнюю петлю. В общем, по шнуркам поподробнее расскажу в обзоре, чтобы... Если сейчас непонятно, то в обзоре будет все понятно. По внешнему корпусу еще забыл сказать. Ну, и, соответственно, в пальцевой коробке здесь идет уплотнение. Ну, оно там и должно быть, все правильно. И идет уплотнение вот здесь вот сбоку, где примерно мизинец выступает. Здесь оно, в принципе, так хорошо уплотнено на местах, куда приходится максимальная энергия при перемещении, при смене направления. Что у нас тут находится в подошве? В подошве находится, как написано на сайте, и как написано вот здесь, амортизация, которая лично созданная Under Armour, которая у них что-то давненько не использовалась, хотя была прикольная в старые года. Называется Micro G. Micro G, по идее, ну, пенная амортизация. То же самое, что Evo там и прочие там вот подобные амортизации, Evo существует уже чуть ли не 70 какого-то года. То есть не надо удивляться, что Micro G существует с 80 какого-то или 90 какого-то, не буду сейчас точно говорить, врать. Типа ничего нового-то особо не придумывают. Придумывают нового, Boost там, React, но это все на основе пены, как бы на основе той Evo 70-х годов. Почему-то пена в последнее время показывает лучшие результаты, чем те же баллоны. Как заявлено производителем, здесь находится пена Micro G и та же самая пена Evo. Они как-то там смешанные, но я понял, Micro G находится именно в тех местах, где максимальная амортизация приходится, чтобы держать. А как бы, чтобы полностью Micro G не использовать, дешевой Evo это все обогнули. Также она здесь в районе пятки выступает немножечко повыше, для того, чтобы, как там сказано, не прогибалась, короче. Ну, для того, чтобы нога не болталась и не прогибалась здесь. Оно и верно. С другой стороны, меня смущает здесь, как все сделано, но об этом я уже скажу в обзоре, не буду ничего предполагать и вам сразу же врать. Также, если мы касаемся безопасности в пятке, у нас здесь идет очень плотный стакан, достаточно плотный. Вот черная есть набивка мягенькая и он такой плотный здесь, очень плотный, прям насколько это возможно. Здесь такие дырочки, которые показывают, типа, перфорацию, но это не более чем дырочки для декора. Дальше, сверху воротник, так называемый. Он еще более уплотнен, в верхней части, в общем, он более уплотнен. Очень крутая здесь стелька, сейчас я вам заморочусь и ее покажу. Как раз-таки, пока я буду перевязывать эти шнурки, я в следующий раз завяжу их по-нормальному, а не вот по этой вот, не вот по вот этой вот технологии, которая меня тут напрягает. То есть, вы понимаете, да, сколько здесь выходит в итоге петель под шнурки. Вот, как бы на одну выходит две и... Ладно, хватит разговоров об этих шнурках. Так, вот, смотрите, как представляет себя стелька. Она такая очень даже интересная. Я думаю, что она быстро не сотрется. Что мы здесь можем видеть? Слова такие, короче, присущие спортсмену. Типа, control, energy, awareness. Я хрен знает, что это значит. Ща переведу слово, которое здесь написано. Оно, наверное, значит что-то невероятное. Осознание. Не зря переводил очень мощное слово. Ты должен осознать, что ты выиграешь любого игрока. Если наденешь абсолютно любые кроссовки. Главное, ты будешь тренироваться и знать, что ты его победишь. Так, двигаемся дальше. Осталось вам про несколько элементов рассказать. В принципе, и будет уже понятно, что это за кроссовки. Можно приступать непосредственно к жесточайшим тестам. Так, подошва. Клеосоль. Прозрачная подошва. Айсисол. Как хотите ее называйте. Она выполнена прикольно. У нее здесь еще есть такая золотая крошка. Под цвет золотой обивки, так сказать. А рисунок протектора выполнен, я не знаю, в виде волнистых таких этих. Линий. Волн. Идут такой это. Картинг трасса. Во. По картингу. Здесь дрифтить можно. Вот у меня влог смотрели на втором канале. Я там смотрю, как тачки дрифтят. Вот у них трасса примерно такая же. По идее, это все сделано как бы под анатомическое строение стопы. То есть, вы можете видеть здесь под выемку, под большой палец. Здесь под пальцы все. Здесь под пятку. Здесь у нас выемка идет. Места соприкосновения, они как бы более... На них вот идут эти все круги и изгибы. Что еще остается сказать. Внутри кроссовка находится пластина, которая предотвращает скручивать кроссовки. Мы ее не видим. Но они говорят, что она есть. И я прям чувствую, что она есть. И она мощная. То есть, над безопасностью, по идее, здесь поработали. Надо это все будет проверить обязательно. И вам рассказать. Давайте посмотрим, наконец, что у нас тут. Где есть логотипы. У нас есть логотип Under Armour на язычке. Рядышком здесь написано Anatomics. Пяточная часть. И на пяточке здесь такой вот прикольненький. Выгравированный даже. Логотип Under Armour. Логотип Micro G. Чтобы все знали, что у вас не просто какая-то тут ЭЛА, а Micro G стоит. На подошве вот здесь, где есть еще выступ. Мидсоли написано Under Armour. И логотип Under Armour. И что у нас еще здесь присутствует из логотипов. Ну и если только остался логотип, который расположен на стельке. Да и, собственно, все. Короче, вот у нас тестовая пара. Будем ее тестить. Будем фигачить. Совсем скоро я вам уже запишу небольшое видео о первых впечатлениях. То, как они себя провели на первой тренировке. И, соответственно, сделаем сам видеообзор, где полностью разжуем эти кроссовки. Прям так. Ах, сожрем их. Ну, а на этом все. С вами были Кикс Контест. Леха Матрас, Fly White. Всем peace. Кушайте супчик. Паааа. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok